Погнали! Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о реле задержки времени. До этого было рассмотрено простое реле времени на 10 секунд, а сейчас речь пойдет про более продвинутую версию. Данная версия имеет вход microUSB, также можно запитать ее отдельно через клеммы V+, V-. Нажав на кнопку, либо подав минус на клемму Trigger, реле начинает отсчет времени. Регулировка задержки времени производится данным потенциометром. По часовой стрелке мы увеличиваем задержку, против часовой уменьшаем. Сердцем данного реле является плата NE555. Можно выставить задержку от 0 секунд до 24. Если требуется увеличить задержку, можно вот где C2 подпаять еще один конденсатор, большей емкости. Либо можно добавить сопротивление к уже имеющемуся сопротивлению R3. Формула расчета времени задержки будет на экране, где T это общее время задержки, C это емкость конденсатора C2, а R это сопротивление резистора R3. Далее у реле есть стандартный модуль электромеханического реле и три вывода. Общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Габариты данного реле 2 см на 5,5 см и высоту где-то 18 мм. Данное реле может также применяться для отключения сигнала АБС, для сигнализации в холодильнике, для прямого и обратного пуска мотора и много-много других схем. Если требуется, эту схему я могу специально для вас разработать. Далее посмотрим, как это реле работает. Я произвел подключение данного реле. К нему подключил светодиодную ленту на 12 вольт. То есть на сигнал В плюс я подал плюс 12 вольт в данном случае. На сигнал В минус я подал минус 12 вольт. Триггер у нас через кнопочку идет на минус. Выходы реле я подключил следующим образом. Общий контакт идет на плюс, а нормально открытый идет на плюс нашей светодиодной ленты. Минус светодиодной ленты идет напрямую на минус. Далее реле можно управлять кнопкой на корпусе, так и вот этой нашей кнопкой. Вместо кнопки можно использовать что угодно. Это может быть концевой выключатель, это может быть какая-то другая кнопочка. То, что потребуется для вашей схемы. Напряжение подано. Я нажимаю на кнопку. И на время задержки включается светодиодная лента. Задержка прошла, лента выключилась. Можно включить с кнопки. Задержка прошла, выключилась. Для срабатывания достаточно одного уверенного нажатия на кнопку. Если мы теперь зажмем кнопку, то реле переключит свои контакты и будет включена до тех пор, пока мы держим эту кнопку. Если мы будем кнопку удерживать дольше задержки, той, которая установлена на данном реле, то после отпускания кнопки реле сразу выключится. Если же мы зажмем кнопку и отпустим ее до того, как выйдет таймер на самом реле, то задержка будет ровно столько, сколько было установлено на реле. Теперь рассмотрим еще один вариант. Когда у нас на триггер подается сигнал, то есть мы зажали кнопку, сейчас реле обесточено. Например, мы включаем зажигание и у нас подается сигнал на реле. Первоначально лента горит и ведет себя точно так же, как при зажатой кнопке. То есть если мы кнопку отпустим до того, как истечет время на таймере, то лента продолжит гореть. Если же мы уберем палец после истечения времени, который установлен на реле, то реле сразу отключится. Теперь вы имеете полное представление, как работает данный реле и как вы можете его использовать в своей схеме. Если использовать это реле с другими релюшками простыми, с реле с задержкой времени или тем более вот с такими реле продвинутыми, применив фантазию, можно добиться практически любой логики работы вашего устройства. Эти реле и другие товары для электронщиков, а именно модули, контроллеры, инструменты, можно приобрести в моем профиле Авито. Ссылка на профиль в описании. Ссылка на Алиэкспресс тоже будет в описании. Цены примерно схожие, но доставка от Алиэкспресс примерно от 4 до 8 недель, а Авито доставка или доставка с ДЭКом до 1 недели. Также есть самовывоз в СПБ. Спасибо за внимание и удачи!